МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир Хабар 24 продолжает выпуск новостей. В студии Патакоса Аркулова. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. Президент принял главу Мининдустрии Марата Карабаева. Он доложил об итогах ревизии месторождений. Отозвано свыше 200 контрактов и лицензий там, где выявили нарушение. Ведомство также работает над увеличением транзитного потенциала страны. Решают вопрос нехватки вагонов. Их будут выпускать на отечественных заводах. В планах построить и реконструировать 8 тысяч километров республиканских автодорог. Это одно из поручений президента. Глава государства также акцентировал внимание на необходимости развивать средний бизнес и привлекать инвестиции в сырьевой сектор, горнодобывающую промышленность и геологоразведку. Речь шла о реализации свыше 800 пула инвестиционных проектов в области промышленности. Что касается транспортной отрасли, то отдельно остановились развитие трансхосмического международного коридора, а также развитие транзитного потенциала Республики Казахстан. Глава государства по каждой отрасли дал ряд конкретных поручений. Впереди работа министерства будет нацелена на своевременное и качественное исполнение поручений. Земельные участки будут выдавать по-новому. Президент подписал закон, позволяющий перевести весь процесс в электронный формат. По новым нормам в стране сформируют публичную кадастровую карту. В ней соберут сведения из земельного, правового, градостроительного и других источников. Кроме этого, будет внедрен единый кадастр недвижимости, где отразят количественные и качественные характеристики земельных участков, объекты, а также сведения об их владельцах. Таким образом, предоставление прав на земельные участки будет полностью автоматизировано. И тем самым сокращено взаимодействие с должностными лицами. Условия жилищно-ипотечной программы для молодых семей предлагают сделать более лояльными. 50-процентный первоначальный взнос изменить на 10-процентный. Депутатский запрос в правительство направил Даулет Мукаев. Фонд также предложил внести изменения и в ряд других жилищных ипотечных программ, среди них Шанрак и Баха-Таотбаса. К слову, последняя действует с 2019 года. За это время, благодаря ей, новоселье отпраздновали около 8 тысяч казахстанских семей. На реализацию программы из бюджета ежегодно выделяется около 50 миллиардов тенге. Максимальный размер кредитования по регионам равен 15 миллионам тенге. С учетом нынешних цен за квадратный метр, эта сумма недостаточная, считает депутат. Программы, которые могут обеспечить доступным и качественным жильем, на самом деле недоступны. По Баха-Таотбасе в 2019-2020 году можно было купить двухкомнатную квартиру. Сейчас можно рассчитывать только на однокомнатную. Многодетные семьи – это минимум 6 человек. Им приходится иститься в квартире на 40 квадратных метрах. По программе 7, 20, 25 ни один банк не выдает заем, нужно снять лимиты. Тысяча людей получили одобрение от банка, но не могут получить ключи. Программа для молодежи тоже не работает. Ее нужно запустить не только в трех городах, но и во всех регионах страны. Денежную компенсацию для пассажиров за задержку авиарейсов могут увеличить. Этот вопрос на обсуждение депутатов заявил председатель комитета гражданской авиации до заседания в Сенате. Отмечу, что сейчас при изменении статуса рейса на час и более пассажир вправе требовать денежную выплату по размере 3% от стоимости билета. Но только при непосредственном обращении в авиакомпанию. Кроме этого, ожидающим пассажирам теперь обязаны предоставить горячее питание и гостиницу, если рейс задерживается более чем на 5 часов. Раньше интервал был 10 часов. В этом году просубсидируют 26 внутренних авиамаршрутов. Пять из них по новым направлениям из Астаны в Часказган и Павладар. Также воздушными сообщениями соединят города Кукшитау, Шимкент, Тарас, Атырау и Караганту с Часказганом. На это из госказны выделили порядка 6 миллиардов 300 миллионов тенге. Стоимость билета будет доступной от 10 тысяч тенге, заверил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития. Новые направления в этом году появятся и на международных рейсах. Будут открыты прямые авиамаршруты в Париж, Куала-Лумпур, Штель-Авив, Карачи, Самарканд, Прагу и Мумбай. Еще 16 направлений запустят до конца 2025 года. В этом году мировой туризм восстановится до 95% от допандемийного уровня. Такой прогноз Всемирной туристской организации ООН озвучили в Сеуле, где прошла международная конференция с участием представителей Министерств туризма Казахстана, Южной Кореи и еще семи стран Юго-Восточной Азии. Эксперты отметили важность цифровой трансформации для восстановления этой сферы. На форуме участники рассказали об успешном опыте использования в Казахстане программы ЕФОНАК. По словам председателя Комитета индустрии и туризма Достана Распекова, в ней зарегистрированы более миллиона иностранцев. По итогам 2022 года именно иностранные посетители количество составило 4,7 миллионов человек. Это, конечно же, пока не достигло уровня допандемийного периода. Но если брать именно количество иностранных граждан, обслуженных местами размещения, то, в принципе, мы достигли показателя 2019 года. К примеру, количество иностранных граждан, размещенных в гостиницах, составило 1 миллион человек. Включая нацпарки, данное количество составило 1,2 миллиона человек. Китай призвал Всемирную торговую организацию изучить введенный в США запрет на экспорт технологий. Это ограничивает возможности КНР производить современные чипы. К Вашингтону присоединились Токио и Амстердам, что, по мнению Пекина, нарушает принципы прозрачности ВТО. Тему продолжит Зауреш Думанко. За Зауреш, привет. Прям настоящая война чипов. Да, конечно. Здравствуйте, ВТГОС. Да, в мире, похоже, разрастается новая так называемая война чипов. Это, прежде всего, противостояние между Китаем и США. И оно невольно затягивает другие государства. Подробнее расскажу сейчас. Китай начал расследование в отношении ведущего американского производителя чипов памяти Micron Technology, ключевого поставщика для заводов КНР. Причина, как заявляют власти, угроза нацбезопасности. Пекин намерен более подробно изучить импортируемую в страну продукцию. Соответствующие ведомства проводят проверку кибербезопасности сетевых продуктов, которые могут повлиять на национальную безопасность. В данном случае это обычная мера предосторожности. Китайские и в том числе иностранные предприятия, работающие в стране, должны соблюдать местные законы и правила. Такие объяснения, хоть и звучат вполне убедительно, но некоторые эксперты уверены, это своего рода ответ на действия Вашингтона, который усилил давление на полупроводниковую промышленность в КНР. Еще в прошлом году США запретили продажу собственных микрочипов Китаю. Под ограничения попали полупроводники, используемые в технологиях искусственного интеллекта. Кроме того, американцам не разрешено работать на китайские компании, которые так или иначе связаны с полупроводниками. КНР сценивает эти шаги как попытку перекрыть доступ к новейшим технологиям. Необходима была ответная реакция, но она при этом не должна нанести вред собственным стремлениям Китая. Мы партнеры, так как можем положиться на Китай в определенных сферах, но при этом в других аспектах мы являемся конкурентами. Заметьте, я не сказал, что Китай наш враг. Я также не понимаю, откуда взялась вся эта иностранная позиция. Разве вы не хотите, чтобы лучшие специалисты Австралии, США и Великобритании работали на национальные идеи других стран или талантливые китайцы трудились в ваших странах? К технологической войне присоединилась и Япония. Токио ограничил вывоз 23 видов оборудования для производства чипов. При экспорте технологий производители обяжут получать разрешение от властей. Министерство экономики, торговли и промышленности страны, тем не менее, заверили. Ограничения не направлены против какой-либо конкретной страны. Кроме того, Япония намерена утроить продажи полупроводников собственного производства к 2030 году. Соответствующие меры нацелены на предотвращение использования этих технологий в военной области. Усиление надзора является нашим вкладом в обеспечение мира и стабильности международного сообщества. Ранее об ограничениях на поставки чипов заявило правительство Нидерландов. Своё решение Амстердам объясняет обеспечением защиты национальной безопасности. Это в том числе продукция компании ASML, крупнейшего в мире производителя микросхем для полупроводниковой промышленности. Для вывоза своего оборудования компаниям потребуется лицензия. Закон должен вступить в силу до лета. Китай, отмечу, обращался к Нидерландам и Японии пересмотреть свою позицию по экспорту чипов. Я думаю, что главное предположение, которое мы должны сделать, заключается в том, что войны нет. Войны нет в Сайваньском проливе. Войны нет между США и Китаем. Необходимо сделать такое предположение. И уже после можно подумать, как цепочка поставок выглядела бы через 5 или 10 лет. Микротипы – еще один больной вопрос в американо-китайских отношениях. КНР тратит миллиарды долларов на развитие производства собственных полупроводников. Вашингтон своими ограничениями пытается этот процесс замедлить, считают в Пекине. Однако такой жесткий контроль, по мнению экспертов, может в итоге негативно отразиться на конечных потребителях. Вот так, ГОС, у меня на этом все. Передаю слово вам. Спасибо большое. Я напомню, о событиях в мире рассказал наш международный обозреватель Заврежду Манкоза. Продолжаем выпуск и вновь о событиях в нашей стране. Причиной пожара в природном резервате Ахжае Квадраусской области мог стать поджог. Такую версию озвучил сегодня глава МЧС. Юрий Лин пообещал, что ликвидировать очаг возгорания удастся в течение двух дней. Сейчас пламенем охвачено порядка 130 гектаров земли. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники природного парка и департамента по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, накануне на подмогу прибыл вертолет из Казларды. По информации специалистов, к очагам возгорания для специальной техники доступа нет, поскольку они находятся вблизи моря. Для тушения пожара на место стянуты силы ДЧС и госрезервата. В общей сложности около 70 человек и 15 единиц специальной техники. Задействован и вертолет КАЗ-Авиаспаса. До 35 увеличилось число затопленных домов в поселке Харамарзак у Станайской области. Накануне вечером их было 12. Также от талой воды пострадали 60 дворов. Местами уровень воды в жилье поднялся до 45 сантиметров. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировали 38 человек. Все они разместились у родственников. За домами ведется круглосуточное наблюдение. Напомню, накануне в Харасузском районе из берегов вышла река Тюн-Тюгур. В результате затопило дома в селах Железнодорожной и Молодежной. Там откачка воды завершена. Власти сообщают, что через несколько дней люди смогут вернуться в свои дома. В поселке Харамарзак пока ждут спада уровня воды в реке. После спасатели начнут откачку. По данным, в гидропостах, расположенного выше по течению 20 километров от села Харамарзак, за сутки произошло поднятие уровня воды на 23 сантиметра. В ночное время силами департамента ПЧС производилась эвакуация населения. На месте задействованы 25 человек личного состава, 6 единиц техники, 3 единицы плав-средств, 14 мотопомб. Обстановка на контроле. В Сергеевском водохранилище, расположенном в северо-казахстанской области, уровень воды за сутки поднялся почти на метр. Начался перелив через гребень плотины. Об этом сообщили в областном филиале Казгидромета. Специалисты проводят мониторинг обстановки на 19 гидропостах. По их данным, паводковые процессы в этом году начались на две недели раньше обычного. С первых чисел апреля идет резкое повышение температуры воздуха. Ждается, что за ближайшие несколько дней в водохранилище поступит до 300 миллионов кубометров воды. На сегодняшний день наблюдается интенсивный подъем уровня на реке Исиль до Сергеевского водохранилища до 145 сантиметров за сутки. На притоках от 23 до 117 сантиметров. Ожидаем, что через дней 10 вода с Сергеевки дойдет до Петропавловска. В городе Балхаш больше суток нет воды. Авария произошла на магистральном водоводе. Сейчас социальные объекты города обслуживают 4 водовоза. Для технических нужд используют горячую воду. К этому часту место порыва удалось сосушить. Ремонтные бригады приступают к восстановительным работам. Водоснабжение города обещают возобновить до конца дня. В Алматы вновь возник дефицит дизельного топлива. В городе ажиотажный спрос как у горожан, так и владельцев транзитного транспорта. Это вызвало рост потребления на 35% и привело к перебоям в поставках. Одни заправочные станции отпускают дизтопливо по талонам. Другие установили лимит до 50 литров. На некоторых АЗС солярка и вовсе отсутствует. В Акимате города сообщили, что на крупных заправках и городских нефтебазах сегодня имеется около 9 тысяч тонн дизельного топлива. В ближайшие дни ожидается поставка еще 5 тысяч тонн. В городском управлении предпринимательства и инвестиций объяснили причины топливной проблемы. С 15 марта 2023 года шемкенский нефтеперерабатывающий завод закрылся на капитальный ремонт. В связи с этим доля шемкенского нефтеперерабатывающего завода является 40%. То, что нехватки города в связи с этим и сказываются. В этой связи с нами оперативно прорабатываются вопросы по оперативному доставлению до города Алматы дизельного топлива. Это с Павлодарской и Атравской нефтезаводов. Цены на молочную продукцию необоснованно завышала одна из компаний «Тараза». Выяснилось, что ее продавали через посредников, близких родственников, с надбавкой от 25 до 60%. Такие продажи предприимчивый бизнесмен осуществлял на протяжении трех лет и успел заработать более 5 миллиардов тенге. По закону надбавка на реализацию продукции в торговых точках не должна превышать 15%. Свои действия владелец завода объяснил желанием получить больше субсидий. Их размер зависит от объема продаж. Правонарушения выявили специалисты областного департамента экономических расследований. В итоге предприниматель согласился снизить стоимость продукции. Дали предписание и данные предписания на настоящее время приняты во внимание. Согласно статье 9 закона о регулировании торговой деятельности Русуль-Казахстан, в случае выявления необоснованных надбавок на продовольственные товары, в том числе социально значимые продовольственные товары, в субъекту предпринимательства предписывается предупреждение. В случае повторения в течение года данных правонарушений предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП на момент совершения правонарушения. В Павлодарской области арестовали предполагаемого организатора финансовой пирамиды. По информации сотрудников агентства по финмониторингу, эта компания создавала имитацию строительства многоэтажных домов, арендовала технику, снимала якобы процесс строительства на видео и выкладывала ролики в соцсетях. Таким образом, мошенники убеждали казахстанцев вкладываться в различные инвестиционные проекты. Взамен обещали ежемесячный пассивный доход до 70% от вложенной суммы. Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение в афилированном магазине Q-Mart бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае на сумму 180 тысяч тенге. Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду. В Хазларде конфликт между подростками перерос в поножовщину. 17-летний школьник нанес ножевое ранение обидчику из параллельного класса. Инцидент произошел накануне в городской школе-лицее. С тремя ножевыми ранениями пострадавшего госпитализировали в больницу, но после оказания медицинской помощи отпустили домой. Подозреваемого подростка после допроса полицейские передали родителям. По факту начато расследование. Раны, полученные в области левого плеча, левой грудной клетки и левого бедра, сняли КТ, УЗИ грудной клетки, внутренних органов. Серьезных повреждений нет. Раны поверхностные. После обработки ребенок выписан домой и направлен на амбулаторное наблюдение. По данному случаю городским и областным отделам образования создана рабочая группа. Сейчас работает комиссия. Все обстоятельства инцидента изучаются. Виновные понесут дисциплинарные взыскания. В Павлодарскую область привезли первые арбузы. Правда, соответствующих документов на их перевозку у водителя не оказалось. Поэтому, задержав груз, полицейские передали его налоговикам. Они разбираются в происхождении товара. Известно лишь, что арбузы везли из Ирана через Россию в Казахстан. За рулем находился 69-летний водитель, перевозивший арбузы 3,5 тонны. Как установлено, у водителя не имелось при себе соответствующих документов на перевозимую продукцию. Для дальнейших разбирательств водители и транспортные средства с грузом были доставлены в налоговый орган Успенского района. Ранее аналогичные факты в отделе полиции Успенского района не регистрировались. В Алматинской области на 3,5 тысячи гектаров увеличили площадь сельхозугодий. В основном эти земли отвели под масличные и зерновые культуры. Сейчас в селах уже начались весенние полевые работы. Подробности в материале Нургуля Ахметовой. Работа на таку в селе Ак-Кайнар идет полным ходом. Здесь проводят очистку зерна и ячменя, после чего семена увозят на поле. За этот процесс отвечает Нурхожа Нурбабаев. Зерноток хоть и старый уже, но по производительности ничем не уступает современным. Конечно, ремонтируем постоянно, но еще долго прослужат. По области проверили качество 27 тысяч тонн семян. На сегодня уже вспахано 50 тысяч гектаров земель. 7 тысяч гектаров засеяли сельхозкультурами. В Жамбулском районе к весеннеполевым работам подготовили свыше тысячи единиц техники. Аграриям предоставляется топливо по льготной цене. Изначально планировали 300 тонн закупить. Потом дополнительно подали заявку еще на 1300 тонн. Из них на сегодняшний день 170 тонн уже нам поставили. По 202 тенге за литр. В этом году посевную площадь в Жамбулском районе увеличили на 438 гектаров, в том числе масличные угодья на 218 гектаров. В местности Сорбулак будут выращивать кукурузу, а в селе Бозай – подсолнечник. Планируем, что 2000 гектаров засеем. Будет применяться технология капельного орошения. В местности Сорбулак установлено 5 насосов. Модернизацию оросительных сетей планируют провести не только в Жамбулском, но и в Ильиском, а также Толгарском районах. Для этого уже подана бюджетная заявка на 40 миллионов тенге. Реализация проекта позволит ввести в оборот 22 тысячи гектаров неиспользуемых земель. Нургуль Ахметова, Алмаз Садуакас, Аяд Дусимбаев, Хабар-24, Алматинская область. Замор рыбы произошел на одном из водоемов Хостанайской области. По версии рыбинспекторов, причиной гибели рыбы стала нехватка кислорода в воде в зимнее время. Небольшой водоем площадью 48 гектаров практически промерз до дна. Он не является рыбохозяйственным, пользователь за ним не закреплен. Поэтому здесь рация не проводилась. Свою роль сыграло и маловодие, которое наблюдается в регионе в последние три года. Мертвую рыбу утилизируют. Утилизация производится через ГКП ветеринарии, полностью уничтожение через ее сжигание. Схема предусмотрена, все госорганы задействованы. Мы сразу оповестили. Пробы, отобранные воды, направленные в лабораторию департамента экологии. На сегодняшний день лекализована данная уборка. Жители Шемкента жалуются на нашествие скорпионов. За медицинской помощью с начала года уже обратились 12 горожан. Одного из них пришлось госпитализировать. По данным медиков, ядовитые насекомые стали чаще проникать в дома. Их находят в ванных, на кухнях и даже в мешках с овощами. Хотя пик их активности приходится на лето, говорят специалисты. Чаще всего скорпионы нападают во время сильной жары. В летний сезон статистика укушенных резко возрастает. И в больницу ежедневно поступают до трех человек. За вот три месяца 23-го года у нас поступило 12 человек с укусом скорпиона. И одна, ну в основном 11 человек были в легкой степени. Они, была помощь оказана и отправлена домой. А одна была в средней тяжести степени. В основном у нас поступает укусы скорпионов. Это с частного сектора, то есть частных домов очень много. Если завелись скорпионы, надо дезинфекцию провести. Казахстанские врачи призывают прививать детей от кори. С начала года в стране растет число заболевших. Уже сейчас диагноз подтвержден у 124 человек. Это дети от года до 14 лет. Больше всего выявляемость в Алматы 78 случаев. 15 детей болеют в Туркестанской области и 7 в Астане. По данным Минздрава, в 70% случаев болезни наблюдаются у непривитых детей. С начала года мы отмечаем ухудшение эпидемиологической ситуации по кори. В принципе, эта ситуация характерна не только для Казахстана. Эта ситуация характерна для многих стран мира. Чем это обусловлено? Обусловлено это в первую очередь тем, что в период пандемии COVID образовалась группа детей, которые в силу объективных и субъективных причин не были охвачены вакцинацией. Коревая прививка, она должна быть, она проводится в два этапа. Одна прививочка проводится в 12 месяцев, другая прививка перед поступлением в школу. Это все должно быть. У нас должен вырабатываться коллективный иммунитет. В одной из школ Ахтау скоро откроют классы, где одним из языков общения будет французский. Для этого в школьную программу ввели факультатив. Его посещают около 60 учеников. С ними занимаются специалисты, прошедшие стажировку во Франции. Процесс обучения оценили представители посольства Франции в Казахстане. Сейчас ученики постигают французский созов. Однако по мере увеличения их словарного запаса его применение расширят. На языке гюго и дюма будут преподавать и другие предметы. Именно такая задумка у двуязычных классов. Близнецы Айзия и Гульзия Нортазина изучают французский уже больше полугода. Французский очень интересный язык. И он как бы не сложный, но когда нам бывает порой сложно, нам помогает Луга Фомагалиевна. Мы узнали, что во Франции можно поступить в университет хороший, и поэтому мы решили изучать французский язык. Детей обучают два учителя, которые в прошлом году прошли стажировку в городе Виши во Франции по приглашению университета Клермон-Ферран. Там они ознакомились с методикой двуязычия. В Казахстане проект на стадии пилота. Его внедрили сначала в Астане и Алматы, а теперь и в Ахтау. Я приехал в Ахтау, чтобы, конечно, увидеть море, прекрасное море, но и тоже, чтобы работать, и чтобы поговорить и продвинуть проект, который уже начинал. Проект в том, чтобы открывать билингвальный класс в седьмой лице Ахтау. На встрече с учениками лицея представитель посольства был приятно удивлен. Они задавали вопросы на французском. Детей интересовала не только учебная программа. Впрочем, больше о Франции они теперь смогут узнать и в родной школе. В Жамбулской области больше тысячи человек в этом году получат гранты на развитие своего дела. На это выделили миллиард четыреста миллионов тенге. В числе потенциальных обладателей – получатели АСП, люди с инвалидностью, переселенцы и другие уязвимые категории граждан. На открытие бизнеса они получат по миллиону триста тысяч тенге. В приоритете проекты связаны с растеневодством, животноводством и оказанием услуг. Заявки уже можно подавать в центрах занятости. Там же нужно будет защитить свой бизнес-план. Если его одобрит комиссия, деньги выдадут до сентября. Центры занятости, согласно правил, будут проводить мониторинговую работу на основании отчетных данных. Так как предпринимательским кодексом объявлен мораторий до 2004 года, мы не можем проверять частных предпринимателей, индивидуальных предпринимателей. Соответственно, получатели безвозназных грантов являются уже индивидуальными предпринимателями. Далее эфир продолжит программу интервью. Вице-премьер Алтай Кульгинов расскажет о том, какие планы у правительства по развитию социальной сферы. К этому часу у меня все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго.